Команд, в которых в верхней части турнирной таблицы расположились Хорингойский факел вообще без поражений пока идет Единственное очко потеряло в предыдущем туре В не самом простом поединке в Сургуте Где пришлось сыграть все пять партий Но тем не менее была одержана победа Так что настроение это уж точно сильно не испортило Ну а Кузбасс одно единственное поражение потерпел Не где-нибудь, а в Казани Против лучшего клуба мира и Европы Прошлого сезона «Зенита» Поэтому тут тоже, наверное, никаких поводов комплексовать и расстраиваться Вспоминать этот результат нет Зато после этого была одержана значительная победа Над Санкт-Петербургским «Зенитом» Так что факел сегодня очень серьезного соперника имеет Ну и давайте разбираться с участниками матча Представлять их С вами комментатор Владимир Стецко Ну а это арбитры Дмитрий Карасев из Владикавказа И Александр Рецов из Костромы будут обслуживать этот матч Матч, который, в общем-то Пусть и промежуточное какое-то значение имеет Понятно, что после пятого тура Какие-то выводы подводить будет рада Но согласитесь, факелу приятно было бы уехать Бороться на клубный чемпионат мира В качестве лидера чемпионатов В случае победы так и будет Будет такая достаточно символическая Картина, когда во главе таблицы Так кажутся, зенит и факелы Те команды, которые Россию представляют Но это с точки зрения нового рингойца У Кузбасса, естественно, свои резоны И команда своими результатами доказывает Что будет бороться за победу абсолютно с любым соперником Тем более, что в этом году у Кемеровчан тоже еврокубковая компания своя есть Они представляют нашу страну в Кубке ЕКВ Итак, Костя, Ярослав Подлесный, доигровщик под первым номером Второй у центрального Ивана Димакова Под номером три Антон Карпухов Еще один доигровщик Игорь Кобзарь, связующий капитан команды номер четыре Девятый у Дмитрия Пашицкого Украинский легионер, центральный блокирующий И Виктор Политаев в диагонали под семнадцатым номером Поставник команды Томас и Львов Ну и два либера, Лаурик Керменен Как и Сомельвова он финн, это не трудно понять И Дмитрий Моисеев тоже может Александр Моисеев, прошу прощения, может на этой позиции у Кемеровчан появиться Но готовится, по крайней мере, входить пока в игру Керменен Что касается хозяев, то Игорь Голодинский сегодня с первых минут начинает матч Как раз игру в Сургуте он пропускал Кроме него на площадке Андрей Ананев номер пять Шестой номер Артур Удрис Восьмой, прошу прощения, диагональный Девятый у Ивана Яковлева центральный блокирующий Ну и два доигровщика, основные звезды, что ли, новоуренгойской команды Ее же воспитанники, основные доигровщики сборной России Вот как-то в паре эти ребята все время представляются Хотя оба являются яркими индивидуальностями, безусловно Дмитрий Яковлев, Дмитрий Дмитрий Волков, конечно же И Егор Клюка 15-18 номера Наставник хозяев Камила Плачи Тренер из Италии Сегодня два иностранных специалиста между собой Соперничают в том числе Которые уже не первый год работают в нашем чемпионате Ну и, к тому же, у Семилевого такой Чем-то даже уникальный, долгосрочный контракт с Кузбассом Чем не могут похвастаться многие, даже отечественные тренеры Давно работают с своими командами Но везде разные ситуации Где-то подписание и продление этих контрактов является формальность Но в случае Семилевого это такой, если хотите, серьезный, достаточно аванс И самая сложная подача для начала И спокойно справляется с приемом нового уренгоица Первый мяч забивает Еще любопытен этот поединок и тем, что он, наверное, две такие самые развивающиеся команды С точки зрения игры и состава Сегодня друг с другом соперничают Неслучайные высокие результаты в начале сезона Так планомерно, что ли, собираются эти составы От года к году становится сильнее и потенциал команды и притязания выше И мы помним, что в прошлом году Сузбасс изрядно сумму навел Финал Кубка России вышел, где едва, едва не победил Казанский Зенит Какой-то малости там не хватило в финальном матче Ну и в плей-офф сумел выбить Белогория с первого раунда Пусть до медалей все-таки не добрался Как и Факел, впрочем, Факел вовсе в пятерку не попал Поэтому для него международный календарь ограничивается Это главным чемпионатом мира Но что-то подсказывает, что в этом сезоне Одна из этих двух команд наверняка на педестале окажется Пусть это мое субъективное мнение Но все-таки оно основано вот именно на такой, что ли, монументальности Которая отмечает деятельность вот этих коллективов Хорошая работа с молодыми Хорошее развитие игроков, которые, может быть, где-то недооценены были в других командах Примеров тут тоже можно массу приводить И все это складывается в такую привлекательную достаточно картину Плюс точечное усиление иностранцами Причем, что любопытно, и у тех, и у других Один из легионеров Либера Я, кстати, не назвал игрока этого амплуа Нового унигойского клуба Американец Эрик Шоджи Ну, достаточно уникальный случай для нашего волейбола Сегодняшний, в его реалии, когда Либера иностранцы А тут, получается, в одном матче у нас сразу соперничают игроки этого амплуа Тоже достаточно показательная вещь То есть, хорошие свои игроки, хороший выбор И нужно лишь точечное такое Ну, по латанию даже неправильно в этой ситуации было бы употребить Точечное усиление позиций, качество, шлифовка Вот такие вещи Артур Лудрисович, один легионер Который носит этот статус в сегодняшнем матче Белорусский диагональный В свое время поиграл он в Российской Суперлиге За белорусские команды Помните, когда он в турнире носил статус открытого Но там он выступал на позиции центрального блокирующего И если кому-то из запомнился То вот больше такой, что ли, перспективой своих данных Весоченный парень Хорошо сложен, координирован 2-11 рост И где-то, наверное, логично, что в итоге он в диагонали оказался С такими возможностями Поиграл в азиатских чемпионатах Поэтому он какое-то время был не на виду И вот вернулся уже таким готовым игроком Такой бомбардистской, что ли, специализации Диагональным На этой позиции у Факела последние годы Ну, не было стабильности, которой хотелось Много вариантов было перепробовано Возможно, трудно было конкуренцию Клюки и Волкову оказывают диагональным Немножко они так понимали, что не дотягивают до этого уровня Поэтому раскрыться как следует не могли Ну, так или иначе Вот, пришли к хорошему, удобному до всех варианту Шот же такой мяч в защите поднимает Клюка почему-то сразу решил перебрасывать Но если уж перебрасывать, надо было что-то поагрессивнее, наверное, сыграть А так была возможность еще сделать передачу Клюки и Волкову, это неплохо мяч обработал Егор сам это понимает Сейчас извинился перед своим партнером Ну, действительно, хотел выиграть Это понятно, что-то не получилось Но слишком мягким вот этот вот Даже обманул удар двумя руками Трудно даже классифицировать эту атаку Так или иначе, не срослось Не срослась и подача Ивана Димакова Который в этот сезон перебрался в Кемерово Вот одно из тех точечных усилений Любопытно, что вот Несколько сезонов подряд Назад Он и Виктор Политаев были такие доморощенные, что ли, подававшие надежды в Казанском Зените Игроки, прошедшие с низов С молодежной команды И постоянного места в суперклубе Они никак не могли получить И последовательно, получаясь, перебираясь Оказались в итоге в Кузбассе Политаев сразу сюда подался И теперь уже полноценным игроком этой команды является Димаков Поначалу в Ленобласть ушел Неплохой сезон там провел И здесь ему тоже за место в составе приход по бороться Я не знаю, по каким причинам на хромейке остался Инал Таласиев Уже не первый поединок Возможно, просто Димаков поинтереснее смотрится И если заглянуть в статистику предыдущего матча Можно обнаружить пять блокирований у него результативных И что за игрока его в Лос-Антин Определяющим достаточно моментом является Так что все логично И додумывать, наверное, тут, скорее всего, ничего и не надо Ну что ж, первый рывок хозяев подхватили гости Сейчас хорошее блокирование При сильнейшей своей подаче Очень важно всегда удерживать Подачу основного игрока И очки на блоке на двойную радость приносят в таких ситуациях Сейчас вновь такой обманный удар двумя руками клюки Но уже другого варианта у него, наверное, не было Здесь можно высокий мяч атаковать И он это делает мощно по рукам Надо сказать, что блок-то сработал И при этом случае достаточно неплохо Такая парабола была достаточно ярко выраженной Другое дело, что вела она в косом таком направлении вау Тут, может быть, немножко Керменен отвлек подлесных Вынужден он был себе и под ноги смотреть Пытаясь к этому мячу подобраться Возможно, поэтому и не успел Быстро блоки, естественно, играть Такого уверенного приема Каладинский пока пытается планером На этой слабости в защите Построения соперника в приеме Но слишком все просто И мы видим с хорошей скоростью Даже так глубоко к антенне сознательно мяч пасовался Чтобы блок растянуть максимально И это очень здорово использовали гости Да, факел зал достаточно знакомый Команда немало здесь в разные годы игр провела В то время, еще, мы помним, были моменты И строился дворец спорта в Новом Уренгое Так что там разные ситуации были Ну и в этом году Первый этап Кубка России Первый зональный турнир Который факелу было доверено провести Он тоже здесь проводил в Серпухове Так что у команды есть своя Достаточно стабильная сложившаяся аудитория И трибуны никогда не пускуются на матч уренгойской команды Когда она играет здесь в Серпухове Конечно, с открытием дворца спорта Звездной в Новом Уренгое Это теперь уже редкость Но помню, в прошлом году Плэ-офф в матче в серии за пятое место Именно здесь факел принимал Белогория Одержал тогда победу Правда, серию выиграть тут не удалось Но об этом я уже выше и говорил 9-6 вновь удалось восстановить Ну, такое достаточно комфортное преимущество И Клюка постарается, наверное, хорошей подачей Поддерживать вот это давление Но не в Либера Тут, наверное, не самый лучший вариант Керминин блестяще доводит И первым темпом логично развивает эту комбинацию Либер-Кобзарь Митрий Пашинский готов к этой атаке Какие затруднения были Все видел, видел, где блокирующие Хоть их и двое, но все-таки один Больше для количества поднимался Не успевал ничего другого сделать И важно было в свободном направлении мяч смахнуть Либаков пытался на обережение Успел Дибаков Вот возможности высокого игрока Все-таки они несколько выше Не успевал, но руки поднял достаточно высоко И цепанул этот мяч Может быть, не случайным образом Но мы видим, что ситуация развивается С гостей шанс был этот мяч выигрывать Ошибся Виктор Политаев В общем-то ошибка Его собственной инициативы Никакого давления не было Другое дело, что тройной блок успевал бы В данной ситуации Очень грамотно, кстати, вот на повторе Было линию, уренгойцы его поставили То есть строго по передаче Она была узкой И от антенны отошел к ранней блокирующей Ровно настолько, чтобы в линию там Минимум все равно оставить Политая в тем не менее Попробовал При этом подкрученная траектория Привела его в вау Вот пока все это мы разбирали Уже вернулась подача к гостям После ошибки Анагина Бобзарь Уберится пока вроде немного атак достается И может быть поэтому Такого-то такого тонуса, что ли, не ощущается Вот сейчас под мяч вышел Не очень здорово И не очень здорово по нему попал Как следствие, большой аут достаточно При этом нельзя сказать Что максимально высоту Использовал То есть вот действительно Так вот, все седмируем он сказать Что не очень готов был к этой атаке Хороша подача Кобзарь нашел там зону такую Где мы могли бы делить этот мяч Удрица Шоджи Но вроде Удрица от приема должен быть освобожден Не ставал он там четвертым принимающим Скорее как мешающий фактор оказался он для Либера Своей команды И приходится Камила Флати Первый перерыв свой использовать После того, как его команда вроде бы все время выигрывала до этого момента Вот так бывает Активно зерстикулирует и что-то говорит Роман Яковлев Но он переводчик В данном случае доносит мысль главного тренера Значит, у того тоже много достаточно накопилось вопросом Своим подопечным За этот стартовый отрезок Слишком легко удалось это преимущество на старте И какие-то невынужденные ошибки стали появляться в игре факела Хотим мы того или нет, все равно будем этот матч наблюдать Не через призму турбинной таблицы нашего чемпионата А прежде всего готовности команды к лунному чемпионату мира Поэтому, наверное, спрос чуть выше Хорошая атака первым тэпом Ну и прием Егора Клюки отметил Правда и Кобзарь После тайм-аут Нельзя сказать, что упростил подачу Подавал достаточно плотно Но, по крайней мере, летела она по понятной траектории Наверное, не самый выдающийся все-таки сил Удрис Уновь как-то нездорово он по мячу попадает Пока вот все толком вот в игру диагонально Ну, в Ориндовск около бы не попал В первых турах очень ярко он выглядел Были матчи, когда, наверное, даже и Больше определял результат, чем Два доигровщика уставший и вернувшийся После тяжелейшего сезона сборной Где и Волков, и Клюк от первого до последнего матча Вынесли всю нагрузку И в Лиге нации, и в чемпионате мира Поэтому, конечно, свежести, прежде всего Восприятия, наверное, не хватает Этому игрокам, может быть, и до сих пор Хотя уже, наверное, настает время, когда Пора уже целиком переключиться на клубные дела Вот эта атака Удриса хороша И было видно, что так початнее он контролировал эту свою атаку На исполнение, может быть, на силу не лез, хотя понимал, что линия открыта Но вот две предыдущие ошибки все-таки накладывали, наверное, отпечаток Главное было качество в этой атаке Волков Ланер Оставляет принимать подлесных Но того ничего сложного не было Настолько, что он хорошо с запасом успевал в атаку Под комбинацию сыграл Пайп Видите, буквально из-за спины Сейчас Димакова выскочила Ну, по сути, на чистой сверке оказался 12-12 Сюда Димаков Как и Виктор Политаев Я беру, что они из одной клубной системы Ну и в национальных сборных разных возрастов поиграли тоже немало Димаков 93-го Политаев 95-й 95-й вроде и поуспешнее был год Ну и предыдущий возраст тоже очень много выиграл Димаков, помимо всего, является чемпионом мира Сетеволивалистов До 23-х лет Очень пристигная категория Здесь игра на стороне соперника Зафиксирована Главным арбитром Александром Гребцовым Ну, вот какой-то просмотр берет Томас Семлево Да нет В общем-то, тоже немножко удивил Не просматривается этот момент Вот здесь сеточные мячи Там можно касание сетки было в теории посмотреть А Семлево, наверное, то ли подзабыл То ли решил схитрить, чтобы паузу вот эту растянуть Мы видим, что на пользу его команде это явно пошло Пусть там выиграл он какие-то секунды всего считанные Но, тем не менее, так успокоится, перестроится Чуть-чуть помешать подающему Все это воедино сложилось Ну и здесь уже Кобзеров вызывает Судья Может быть, правда, капитан Кемеровчан И сам решил что-то уточнить Ну, сейчас игра будет продолжена Пулетаев Шапа Тача Ну, хотелось сказать, что Максимус тут можно выбить вверх Но их сохранить мяч в игре тоже затеяли в этой ситуации Не пытался там доводку делать Клюка Просто бы как-то мяч поднять И этого не получилось Но действительно очень мощно подает Пулетаев Привыкли мы, что у него в каждом матче есть и с обязательным порядком Еще одна блестящая подача Причем он не очень там и за направлением следит, мне кажется Но идеально при этом попадает Ровно между двумя игроками Очень трудно этот мяч обработать Чисто психологически Хочется помочь Волкову товарищу Который перед этим ошибся И Клюка, может быть, не делал движения Но тем не менее, пойди попробуй Мяч еще и подкручивается этой левой рукой Ну, вот сейчас удается принять И как важна эта атака становится для факела Вложился Клюка Придется атаковать как минимум еще один раз Но уже на свободном мяче с хорошей доводкой И быстро, нет, это успевает дотянуться по-шипски до этого мяча Так вот, пытаясь побыстрее смахнуть мяч Клюка часто какой-то вертикальный слишком он траекторию ищет И часто находит руки, которые даже не донесены до сетки Может быть, чуть глубь туда, куда-то в третий метр стараться эти мячи направлять А так получается смягчение от блокирующего, который на блок не успевает По факту, вот уже второй такой эпизод в первой партии За достаточно короткий период мы наблюдали Ну, игрок прекрасно все и так видит Будет он искать усиление, будет искать варианты В конце концов, у Бориса Кварцкий наторы Политаев Попадает по линии не самый простой мяч 16-15, но вот факел так потихоньку, потихоньку сначала догнал Теперь за счет подачи Политаева вышел вперед И снова какой-то период терпения А потом, наверное, постарается уйти в отрыв Поэтому факелу, конечно, надо быть сейчас повнимательней Явно пошла подача у гостей Люка Ну вот, пожалуйста, уже плюс два у Камеровчана Виктор Политаев Была у него одна ошибка в атаке А так остальное это все практически выигрывает Очень с высокими цифрами он и в предыдущем матче атаковал Динамо из Длиннобласти победил Кузбасс на выезде И там у Политаева за 60% Ну так, приходим-то, начинаем мы к таким высоким цифрам его привыкать Четвертый, наверное, касание Да, так оно и есть Два игрока в большинстве не зацепили Еще и касание из сетки было Вот так, по-моему, Пашицкий уже со злости это сделал Вот здесь, да, понимая, что уже третье касание у него И четвертого ждать бесполезно Арбитры все видели По факту фиксируется сетка Ну, а по сути, там с перекосателем защитников Классный блок Как же успел постраховать-то здесь Подлез на этот мяч Великолепный момент Ну, а тут уж даже такой умелый защитник, как Керменен Бессилен Блестящая атака задней линии от Егора Клюки Позволяет факелу счет сравнять Ну и блок этот отметим Отловил Пайп Она уже показывает конец эпизода Ну и блок мы тоже видели Успевает Волков постраховаться Не успевал оттянуться И видел это Колодинский Пасовал за голову Там Удресеновь не на высоте Какие-то у него большие уже очень ошибки получаются пока Если аут, то метр два-три Можно, конечно, предположить, что этот мяч атаковал по рукам Но ведь такой необходимости острых-то не было Вполне он мог здесь блок и обыгрывать Там немножко подлетал центральный Там были изъяны в блоке Поэтому ошибки достаточно обидные Можно было лидерство себе вернуть И клюку на подаче оставить Что тоже немаловажно Ну а теперь другая расстановка После атаки Дмитрия Волкова Достаточно удачной Пакел получает подачу Вот я сказал о высоких цифрах Политаева Волков 63% имел Сургутеву Клюки 57% Представляете, это высокие цифры В пятисетовом матче очень трудно Такие сохранить В трехсетовых поединках это чаще встречается Где преимущество достаточно очевидное Но в пяти партиях Там еще и физическая готовность нужна соответствующая Чтобы с таким высоким процентом атаковать Так что вот эти два игрока Они тоже Глоссальные, конечно, значения И определяют сегодня успехи Факела Так получается игроки сборной России 95-го рождения Непобедимый во всех абсолютно турнирах В которых она участвовала Вот теперь потихоньку начинают задавать То он в нашем чемпионате Ну а Нанев постарше Да, вот эти поопытнее Хорошая подача Я бы назвал ее замысловатой Потому что высоко летела под заднюю линию Ведь еще и вильнула И, наверное, близко расположился подвесных Вот уже на повторе было видно Что из шестого метра Вот с такой траекторией подачи Очень тяжело обрабатывать Тайм-аут берет Томасом Льво У подопечных наметились трудности Сейчас надо разобраться в приеме Очки терять больше нельзя Брейков В 2018 и без того Топ-рисклассного Классная команда в конце В состоянии сохранилась Другой дело мы видим Сегодня неплохо подают И те и другие Надеюсь, будет статистика между партиями Сможем мы эти наблюдения Как-то и цифрами подкрепить Пока Вот визуальный ряд опираясь Вспоминаем Эйси Политайло Вспоминаем Вот эту подачу Ананева Ну и это ведь Не исключение Из общей картины Хотя мы помним Где-то в среднем сета Многовато было ошибок Последний пункер Попросят Подача после таймаута И соответственно Проще играть в приеме Политайло Вводит на один блок При идеальной доводке Быстрой передачи И очень сложный Групповой блок Организовывает Тут были видите Чуть в центру сбит Центральный идет Перед связующим Стало быть Его визави Тоже остается На той половине площадки И в дальний край Тут уж никак не успеет Обзор Вот один еще Из подающих Которые И сегодня Своё дело делали И продолжают Его делать 20-20 Если первый Если у него был За счет такой Замысловатой подачи Где угрыш Счет же мяч Не поделили Здесь уже Волков Пробежался Попытался Спасти этот мяч Но все-таки Надо стараться Опредимать Первым касанием Поувереннее Тогда и вот Эти подвиги Не понадобятся Хорошо Вновь хороша подача Вновь вот только так Повыше Удрис Совсем уже не рискует Сложно было С другой стороны Столько он ошибался Более простых Ситуаций Что такой сложный Мяч рисковать А здесь Полетаев Со второй попытки Но ведь главный результат Вновь выводит Кузьба вперед Вот так вот Часто меняется Лидер у нас В этой партии В баскетболе Ведется такая статистика Сколько раз Лидер менялся По ходу матча Это вот Упорство что ли Поединка отражает Но в волейболе Все-таки Не знаю Матч Единым счетом считается Разбит на сеты Поэтому не так Это актуально Но вот в отдельно Взятой партии Может быть Весьма наглядно Эта картина Мне кажется Как раз такой сет Мы сейчас с вами И наблюдаем Удрис Пошел подавать А под десятым номером Денис Богдин Центральный Нет, Келодинского меняет Вообще он доигровщик Но сейчас Я так понимаю Все-таки на блок Выходит Вряд ли эта замена Будет продолжительная Есть только Удрис На подаче Не задержится А он делает Ее и вовсе Нет, все-таки Это двойная замена Значит Богдин Как второй диагональный Здесь выступает В этом матче А пасовать Вышел Евгений Рукавичников Ну Удрис Вряд ли может Эту партию Будем себе лаки записать Будем откровенны Потом При наличии цифр Если получится И получить Обязательно Посмотрим Что у него получилось Это резерв факела Игрок, который Своим приходом Должен был Добавить Мощи в атаке К тем игрокам Которые уже есть Но вот Этой партии Не сложилось А у гостей Подачи Очень много Решилось Еще и Ярослав Подвес Делает Дейс И делает Необходимость Тайм-аута Для Камила Плач Но вот эта подача Наверное Самой убийственной Ты не назовешь Она На исполнение Но столько Было сложностей К приеме Между игроков Факела Что вот сейчас Они просто Понадеялись Друг на друга По другому И не скажешь Желание В эпизоде Чуть Упростить себе Жизнь В итоге Привело к тому Что мяч Просто беспрепятствует Между двумя игроками Площадку Угодил Какой Факела Есть Второй диагональный Александр Кимеров Вернулся Новый рингой Но правда Гость Прошлый сезон По травме Пропустил И очень трудно Сказать Насколько Он Близок К тому Чтобы помогать Камаке Наверное Не случайно Яковлев Выпускает Богдина Прошу прощения Выпускает На эту позицию Камила Плачет Значит Все-таки Пока От него Больше Можно Ожидать Тем более Вот сейчас Расстановка Когда он В четвертой Зоне Диагональный Бывает Проблем Четверочник Здесь Пройти Может Значительно Увереннее Но Не только На одну Расстановку Эта Замена Как Вы Понимаете Здесь Не понадобилось Сверху Сили Была Ошибка На подаче А теперь Понадобится Агрессивная Подача От Волкова Агрессия Это была А вот С качеством Нездорово Вот она Разница Концовки Абсолютно Равный Сет И как Здорово Подает В конце Факел Кузбасс Прошу прощения И как Нездорово Это получается У Факела Который Собственно По сути Мяч В игру Не вводит Одни ошибки И шансы На погоне В такой Ситуации Крайне Малые Хотя И вроде Всего Один Брейковый Мяч Надо Отыграть Для начала Надо Съем Его Обеспечивает Достаточно Уверенно Богдан Гребеши Подумает Камила Плача Кого На второй Сет Выставлять По Атакам Богдана Выборка Конечно Маленькая Тем более Еще И усомнился Томас Нельвова Что Мяч Площадку Попал Ну Провод Такое Есть Иван Яковлев Будет Подавать У Хозяев Действительно Будет Потому Что Мяч В Площадке Ничего Судейского Решения Менять Не Придется Вот Насколько Сложно Может Подать Яковлев Посмотрим Пока С планером Кузбасс Достаточно Уверенно Справляются И здесь Доводка Изумительная Полетаев Опять Ну По сути На одном блоке Я на них Там Пытался Пристроиться Не успевал И Полетая В ход Каких Изысков Тут Стал Искать Понадежней Ставит Точку В первом Сете 25-23 В пользу Бузбасса Бузбасса Он Он еще мне вот так сделал, а его руки вот так сделал. Он купил-то раньше меня вообще. Нет, не чай, он плечом в мою руку. КОНЕЦ 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 Ну что, вторая партия нас ожидает. Остается Артур Удрис в составе хозяев этого. Это вот то, что могло, наверное, в концовке предыдущего сета заинтересовать. А других никаких изменений ни у тех, ни у других нет. Но равный сет, наверное, чуть более расточительными оказались. Хозяева чуть больше ошибались. Это включая те последние ошибки на подачу в концовке. Плюс вот пару незабитых Удриса мячей, которые брейковыми были и могли в какой-то момент преимущество предопределить. Ведь цифры-то достаточно равные и плотные. И вот разница в подаче, пожалуй, первую партию и сделала. Действительно, пять эйсов – это много. А для равного матча – очень много, да? Поэтому все абсолютно объективно. Более 5-1-34. Волков. Планер, который, наконец-то, проблемы доставил Кузбассу. Ну, наконец-то, с точки зрения, естественно, факела. Потому что многие подают планер. И Волков, который умеет и силовую планер подавать одинаково сложно. Я, честно говоря, не брался за ним почитывать. Помним мы силовую сетку в конце. Но, по-моему, планер все-таки почаще подавал. Что сейчас. А сейчас силовая. Вот. В этом, наверное, и есть его достоинство. Умение варьировать эти подачи. Другое дело, когда они складываются. Сейчас ошибка вновь. Посмотрим, как это повлияет на следующую попытку Волкова. Правда, для этого полноценный круг еще предстоит пройти командам. В приеме, ну, вот его игра. Очень много обманных ударов в первой партии было. Понятно, что игрок много умеет и хочет по-разному выигрывать. И разные вещи видит абсолютно в развитии. Ну, хороший, удобный мяч. Иногда не надо ничего мудрить. Надо понадежно сыграть. Достаточно высоты. То, что Егор умеет. Посмотреть на составы команды. Недва ли не вся сборная России и Лиги наций. Образца начала этого турнира. Вот когда Дмитрий Мусырский еще в этой кампании был. Как раз Клюков, Волков тащили на себе команду. Карпухов. Это я уже играл в Кузбасс. Игорь Кобзарь вообще долго был единственным результативным связующим. Чуть позже и Политаев подключился. Вот так, что действительно летняя кампания этим ребятам непростая выпала. Но зато какой колоссальный опыт они получили. И именно поэтому я вот в начале репортажа говорил, что очень много жду от этих коллективов. Эти вещи бесследно абсолютно не проходят. Кстати, Ярослав Подвесный мог дебютировать в национальной команде. И вот тоже о превратности судьбы тут можно порассуждать. И наверняка, кстати, это сделал. Потому что перед домашним этапом в Уфе, по-моему, дело было. У нас совсем было плохо с кадрами. Не набирался даже полноценной. Полноценная заявка. И Подвесный должен был подключиться к команде. Но вот подхватил там воспаление легких, насколько я знаю. Или что-то очень на это похожее. Усточник диагноза, извините. Не готов назвать. И так в итоге в национальной команде не сыграл. И как знать, будут у него еще такие шансы. А ведь мог отключиться. Он великолепный сезон прошлый проводил. Позиция дефицитная. Поэтому, наверное, шансы у него еще обязательно будут. Чемпионат мира, который доверен нашей команде через 4 года проводить. Я думаю, будет попробовано очень много кандидатов. Сейчас Ярослав Подвесный проигрывает. Но, правда, честно говоря, тут в передаче вопросов немало. От него, наверное, требовалось просто не проиграть. В данном случае он еще и ошибся. Это я уже про Подвесный. И так первый сет в цифрах. Давайте все-таки посмотрим то, что нас по ходу заинтересовало. У Удриса две атаки из шести. Ну, так скромненько, мягко говоря. Из этих шести атак две ошибки. То есть две выиграл, две чисто проиграл. Ну, соотношение не в пользу нападающего. Еще и пару мячей в игре осталось. Что касается приема, почувствуйте разницу 58 на 30. Естественно, в пользу Кузбасса, который вот прием от подачи выиграл в первой партии. Ну, собственно, не нашлось элементом, где это можно было нивелировать. Кузбасс продолжает с подачи прежде всего свое преимущество вырисовывать. Сейчас, может быть, в какой-то степени Политаева и повезло. Но с другой стороны он рисковал максимально. Этот риск закладывает себе и такие, в том числе, варианты. Заставить прогнуться в верхний край сетки. Мяч на экстремальной высоте подается. Такие вещи случаются. Сейчас ведь тоже с касанием сетки подача, просто не столь заметно. Волков, трудный мяч. Удрис. Сейчас много вопросов, кстати. Кузбасс точно должен что-то посмотреть. Попадание запрашивается Мельвова. Мне бы вот эпизод Судрису таким тоже показался любопытным. Не было ли там касаний сетки. Он так на мяч полез, который еще и на стороне соперника был. Ну, там-то вроде все чисто, а вот сетки коснуться мог. Ну и концовка эпизода. Атака, где очень сильно все похоже было на аут. Но какие-то сомнения остались у гостей. Нет, все-таки это был аут. И, стало быть, Кузбасс один просмотр теряет. Аплодис. 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 Чоть получше они были в этом элементе первой партии, но, видимо, чуть тут маловато. И преимущество более серьезное. Требуется горжку. Славно вновь подает Ананев, но это не аэс. Успевает сбегать, полетает за этим мячом. придется еще раз атаковать волку но это только заряд дополнительными эмоций потому что сделали все хозяева как раз типичный пример внутр атаки ее организации реализации из факел получил ее за счет хорошей подачи на ней очень много было вариантов и размягчение блоков тоже подобные вещи обеспечивала она сегодня одним из лучших подающих пока в этом матче выглядит со стороны факела определенно это классная атака карпухова мимо двойного блока вход и до пола нельзя сказать что много там контейнер свалились видит достаточно основное что ли направление было взято под контроль но он вовчился здесь карпухов не попавший в итоге на себя от мира только из-за травмы ясно было что заслужил по крайней мере в прошлом сезоне место составе команды прежде всего универсализмом своим во всех элементах мог оказать определенную помощь здесь здесь карпухов помочь и не мог на задней линии был неудачной передачи игоря кобзаря предопределила этот эпизод стала стайной кому он пасовалась это по шипскому совсем далеко надо четвертый жорный мяч не долетел стало быть все таки центральному передачи не получилось удрис траектории подача за площадку тоже сейчас очень уютно понимает то что много от него ждут и эти ожидания в том числе и чемпионата миром связаны нет поводу сомнится наверно в уровне клюки и волковые достаточно неплохо они выглядят это что у них по цифру давайте посмотрим волков 3 6 забил у негора похуже 36 процентов атаки но мы помним несколько обманных ударов таких вынужденных он выполнял не смог до пола и добить здесь у процент свой растерял прежде всего при такой момент красивый чуть-чуть не хватает волков вроде и руки поставить успел а вот от сколько от этих рук большого не получилось ровно между пятью и оставшимся на площадке игроками мяч угодил почти без траектории какой-нибудь то есть безвременной реакции возможного вновь коварная подача к обзору но вроде уже проходила надо бы сделать выводы и быть повнимательнее держать в уме этот вариант не в той расстановке принимал факел в первой партии и помним и тогда удрисот же там в приеме участили сейчас волков здесь оказался удрис на что-то похоже ну какой же мяч тянуть кемеровчане вот в этом ударе же уверенность просматривалась все так глядя на атаки удриса понятно что колодинский пасует как ибо удобнее между нападающему остается впечатление что удрис есть еще запас по высоте может мяч и выше хватать было по крайней мере несколько эпизодов может быть это вот такой обман зрения если хотите игрок понятно что делает так как ему удобно здорово сыграл карпухов перевод по первой зоне подлесных вот в этой партии потихоньку нашел он свой ритм и свой подход к атаке правильно в этом матче вот с этими мячами кемеровчане не справляется несмотря на то что в защите держит действует они отчаянно и весьма удачно перевод классный вроде бы там и либерал на что керменен большой мастер бессилен абсолютно это подключение подлесных много очень играет пайп вы игре копзарин видим что оба доигровщика используются раз за разом при этом атак первым темпом вот чистых было не так уж и много и мы даже наверное первое что должны вспомнить вот недавнюю ошибку взаимодействие с пашицким а так получается иван димаков первым с эти два раза атаковал ноль касание сетки обидно мячить с одной стороны повезло кемеровчанам а с другой стороны вот фортуна на что-то взяла и уравняла сразу так вот второй центральный дмитрий пашицкий три раза из трех забил в первой партии то есть по сути димакова вот в игре мы не видим в атаке какого-то момента хозяева это будет использовать и будут и бросать его вот при таких ситуациях и большее внимание если уделять уж темповой игре то как раз центре сетки игроку задними и атаки куда так как более эффективно здесь тройной блок обыгрывает картуков и вновь немножко руки не донес утре сдают со спины было видно это расстояние до сетки который впрочем нападающий спас воспользовался еще бы немножко развернуть бы их так по классике того ни другого сделано не было она не совсем недавно исполнял и вот уже целый круг прошли команды ошибается много ошибается по моему кстати тоже из для в области он уточнить а может быть новой вот несколько клубов за последние годы на них менял поэтому неудрино тут запутаться тоже свою команду долго-долго искал вот как по факеле сразу уверенно стал состав хотя так сказать что вот именно под стартовую шестерку брали а на него было слишком оптимистично сказать вот на позиции центральной самая большая ротация была в сезоне у факела шоу лихошерстов ушел власов игроки национальной сборной то действующий кто в недавнем прошлом вот подача угроза неплохая никаких побег кузбассова создала как вот в миссис зоне и каленковский появился и денис гетман на этой позиции ну наверное место ивана яковлева сами не подлежала поэтому вот это троица включая естественно она не должна была за вторую вакансию побороться она не судя по всему эту борьбу пока выигрывает и в т.п. опять приходит с пачей видят по своей кстати великой связующий опять что то здесь не то изобразил на что нападающий рассчитывал при этом ничего не придумал как мяч в игре сохранить с этим подвесного 2 такая уже ошибка когда и в темп придя в атаку потом просто мяч не может перекинуть костюма соперника глаза и силовую подавать волков уверенность свои силы игрок насколько же уверен в себе и виктор полетая в какой сложный мяч по линии просто в сам уголок кладет при этом атака была задней линии и расстояние от связующего было и таким большим то надо было еще поймать темп от атаки высоту и все лучше не сделали на северо-соренгойцы а это кобзарь и вновь как из первой партии очень свою временную очко с подачи для своей команды добывает вот такой равной борьбе кобзарь уже не первый раз подает на вылет на это внимание давайте тоже обратим и гиби так все в полном порядке а вот здесь рисковал уже под лесных это брейковый мяч это мяч из защиты тут надо рисковать простой атаке ведь никто не гарантирует в этой ситуации значит надо сложные мячи выигрывать здесь у подлески все получилось 17 15 плюс кобзарь остается на подаче а с приемного подачи у новой ригойцев проблемы а а я я не у я я я Не раз сегодня ситуация уже менялась. Кстати, после тайм-аутов нередко удается какие-то правильные шаги подсказать наставникам. Такие мини-отрезки, что ли, их команды играли достаточно удачно. Сейчас такая ситуация, что факелу необходим небольшой отрезок для того, чтобы хотя бы догнать соперника. Ментально для начала он снятся с подачи. Шот же. Вроде первый тент наверняка, но ведь не без шансов, согласитесь. Лучше рекламные щиты останавливают забег Керминина, который, наверное, и камеру бы не пожалел. Этот мяч достал бы в этой ситуации. Яковлев. Это аут. Результативность, наверное, надо было, наверное, назвать. Это достаточно весь красноречивый. Я по первому сету все, хотя у нас и вторая же концовка. Но все-таки 4 очка у Клюки был. Он был сам результативный. 8 у Политаева. Виктор опять свои 55 процентов. У него почти все матчи 55-60 процентов. Свои рабочие нормативы выбирает. При этом много атакует. Так что это эффективность здесь даже такое двойное, что ли, значение имеет. Не просто хороший процент, а с большой выборки это хороший процент. А значит много выявленных очков. Клюк в этой партии раз за разом с блоком разбирается. Но главный вопрос до факела, как справиться с приемом, собственно, прежде всего. С атакой-то все вроде бы неплохо. Постраховался Димаков. Так, по-моему, в атаке у него ноли остается до сих пор. Ничего забить не удается. Но главное, что не проигрывает. А вот и пожалуйста. Словно услышав. Что есть вот подобный пробел Игорь Кобзарь отдает в одной атаке. Второй раз атаковать Димакову. И тот на себе раз уверенно забивает. Уступает свое место Сергею Никитину. Который вышел для того, чтобы сложную подачу, видимо, выполнить. И не планер тут, судя по всему, требуется, а силовая. Хотя посмотрим. Ну, все-таки планер будет подавать Никитин. Вроде бы уверенно справляется, а вот Клюка допускает ошибку. Причем самый неподходящий для этого момент. Минус три. И тут уже Камила Плачь явно задумывается, когда же оставшийся тайм-аут. Ис-вы использовать. Баз пока без перерывов обходился. А у факелта один единиц, но всего остался. Вновь издаводка. Есть, есть, тигарь. Не переключает Удриса в четвертой зоне в атаку. И, видимо, хорошо Кузбасс понимает это. Перед Клюкой два блокирующих постоянно. И в первом случае ошибся. Во втором не смог выиграть. А по сути на одно и то же получается. Два прогерных очка. И это уже многовато. 21-17 трудно будет загонять в этой партии. Да и в матче тоже ситуация тогда может стать критической до факела. Потому что 0-2 это многовато. При игре равных соперников. А мы все-таки видим равную игру. С нюансами. Естественно, а куда без этого. Собственно, они часто и определяют в таких случаях результат. Микетин при этом остается на подаче. В последних двух эпизодах Волков идеальную доводку делал. Только снимайся. А получилось, что пришлось брать тайм-аут после двух прогрельных мячей на своей атаке. А здесь уже посложнее. Шот же не доводит. Вторая передача от Ананио совсем неудачная. И только отбиваться остается. Правда, красивый эпизод в итоге. Это нам предопределяет. А Кузбассу дает возможность легкий мяч атаковать. Политаев на одном блоке шансов не оставляет сегодня. Вновь Никитин. Шот же на сей раздоводку делает. И решили все-таки Удреса подключить. Четвертая зона только на радость Политаева. Опять же, все это получается. Едва ли не один в один. Но, наверное, там второй блокирующий тоже подстраивался. Важно, что Удрес в линию шел. И именно это направление схватил Политаев. В замену, который мы видели, как и в первом сете. Такой вынужденный у нее оттенок выходит Богдан. Пройти четвертую зону как минимум. Надо вот в этой расстановке. Похоже, в очень момент была замена и в прошлой партии. Правда, тогда была двойная. Первая команда наняла. 18-23. Ну, вот рывок в пять очков по заказу в таком матче. Наверное, что сейчас какой-то серии великих подачи разразится. Егор Клюка. Надо рисковать. Выбор тут уже не остается. Тактическая подача не поможет. Есть смягчение. Контр-атака. Волков. Блокаут. 19-ое очко. Пока сдержаны его эмоции, понимает, что это лишь трохотный шажок в этой погоне. И еще шагать и шагать. Хотя бы для того, чтобы шанс какой-то появился в этой партии. И вновь первый темп. Полетаев не задержался на подаче. В другой момент хозяева порадовались бы. Но в данном случае это всего лишь такой промежуточный что-ли момент. Минус четыре на сетболе у Кузбасса. Калинковский появляется. Часто он выходит именно подавать пока в своем новом клубе. Ну, стало быть, подача у него достаточно сложная. Хороший флот. Впрочем, он ничем не подтвердил. 25-22-0. Кузбасс серьезное преимущество в этом матче получает. Кузбасс серьезное преимущество в этом матче. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Уже второй вопрос, пока потери больше. Теряет и Димаков. 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 удовесной хорошая высота атаки карту так головой качает на задней линии где ему защищаться было непонятно потому что мяч судя по всему на блока пролетел давайте сейчас на будет видно да там стык это по сути не осталось а именно поверх этом случае защитнику очень трудно определиться где в защите находиться да и смягчение там даже населка не было так его есть сейчас кузбасса есть сейчас доводка раз за разу пить и хорошо просто наглую прилетают к обзору при этом никак не дается счет сохранить сократить а это уже реверанс сторону факел который свой съем держит очень четко сейчас подача корзирю которого во всех партиях были если сегодня с подачи он сходит наверно 5 сутки блока не касался и карпов успел брать руки выиграл бы этот мяч для своей команды брать руки он не успел поэтому все это уже вопрос такой чистой теории известных ну вот что же мячи полетели это не лучший вариант для кемеровчан какой-нибудь там подача все-таки такой умелый либер много ошибаться не будет хотя первой партии пару эпизодов мы помним особенно с коммуникацией были какие-то проблемы пару мячей поделить не удалось толком все это давно позади 13 9 волку на категорически просто подача пока не летит и это конечно не может не настораживать камила плач и подача волкова это аргумент сейчас и на алтавасии будет впервые в этом матче подавать удобно принял волков этот планер хорошо подстроился и даже так довел в направлении мяч то есть не просто его выбрасывал вверх а именно в руку такая передача получилась а не доводка большей частью и и колодинский с удовольствием этой передачи воспользовался увидим что блокирующего рядом нет просто смахнул мяч на сторону соперника и это аут я как давно уже держится до 3-4 мяча качели буквально не со стартового рывка факела вот это преимущество поддерживается чтобы секта по моему она уже образовалась в сторону коснется очень важный момент я слышу ты боли на подачи виктор полетаев здесь а такой размер не подал яковлев не подал полетаев это скорее пользу факела потому что подач полетаев очень много выигрывали кемеровчане кладинский сложно не совсем летит мяч сколько уже 4 какие 4 зоны ты принимали с переходом в атаку этих подач вот и сейчас спокойно карпахов успевает перед ним огромный коридор по линии ничего не придумывая просто смахивает туда мяч вот разыгрался в нападении наконец-то и белорусский легионер наверное во многом даже поэтому и счет который на табло мы сейчас имеем отражает такую более сбалансированную игру в атаке хозяев чуть попроще стало побольше вариантов появился кладинского вот оторваться еще больше в счете не подавая конечно же невозможно ну зато съем пока высоте у факела пашинский тоже игрок может если вы момент подать справляет люка волка все очень четко 17 13 такое течение сета что и вроде поводов нет томаса собирают тайм-аута брать свой второй а так ведь можно и до конца партии на съемок дайте получается подачи пока очень несложная все что рискованное все в сетку и левого попадает поэтому и негде зацепиться ни тем ни другим она не в два попадания в кобзе вернулся грамотно игрался волков тройной блок продавать себя никуда не делал второй раз посложнее придумал варианта здесь переходящий как же бьются гости но все-таки мяч на стороне факела и можно собирать побыстрее нет и получается в тэп попасть в волков рискует здорово страхуют рискую теперь же карпухов вот очень важный эпизод после которого наверное тайм-ауте можно задуматься камила плача по крайней мере он там зажестикулировал заговорил и раздосаду он явно этим эпизодом но похоже перерыв пока не берет предыдущим сети самым результативным гостей кстати был подлесных у него было шесть очков 5 добавил свои восьми первой партии полетаев но хозяев площадки никто более трех очков набрал вот это нам тоже характерная проблема сегодня для факела в сегодняшнем матче сегодняшний день а сегодняшний матч имею ввиду никто себя таким лидером не проявляет который за собой команду может потащить помним эпизодами хорош был калюка дмитрий волков то вспыхнет то в тень немножко уйдет у удриса вообще все с большими перепадами первой партии помню 2 из 6 во второй один из трех то есть 33 процента вот так и держал скромнейших вот будем надеяться в этом с этими дела поправиться пока двойная замена удрис отдыхает мы садился денис богдан и рукавичников на позицию связующего и сейчас подает по практически нет не отбиться когда нет никаких затруднений в приеме видим что доводку ну просто к обзоре надо просто выбирать нападающего никуда перемещаться не надо мяч просто в руки вот это идея с проходом именно этим нападающим четвертой зоны работы понятно что когда двойная замена то он остается и других расстановках есть еще ведь смысл в этой замене как усиление блока постоянная связую еще на переделение в данном случае вот этот момент наиболее таким характерным что левов появляется клинковский 1916 помню предыдущий выход его завершился ошибкой поднять этот мяч ну вот наверно те мячи которые пишут же должен как-то оставлять в игре понятно что здорово атакует виктор полетает либера тут должен дарить свои шансы команды наверно пойду где еще красив знаков немалов ошибался на подачи может быть и поэтому ес эту замену так решил провести вроде бы неожиданно для многих сами льго другой стороны у него все цифры под руками в отличие от нас работает в режиме онлайн с ними плюс свои какие-то теннисские наблюдения особенно с того и другого игрока конечно он знает лучше но все попытки игрока четвертую зону убрать из атаки будет шанс у факела люка рискует мяч крутится по блоку решил богдан что надо его взять дать еще один шанс и этот шанс на сей раз по-настоящему разбудил трибуны которые не то чтобы приуныли но все-таки некоторым таком оцепенение небольшом находились вот это было действительно красиво и убедительно успевал центральный какая высота атаки егора все те же четыре очка восстановил собственно так и сильный приблизился кузбасс но факел восстановил комфортность в этом сети перевес свою пользу и второй тайм-аут использует за миллион то по крайней мере достался брейковым мяча у соперника вот тут уже послаждение будет в атаку быстро уйти к карту халу моего и такой вариант не пугает тройной блок уверен себе находит где-то в нем изъяна и выигрывает на 17 очко что же подача полетаева может быть как последний да мы видим там клюк и последний момент и решил надо ли руки переносить или попробовать их убрать и вот между вторым и третьим связующим такая прореха образовалась я был уверен что успевает на руки как следует перенести вот суд же вот для чего он справился сложнейший подачи полетаева касание сетки и готовы были бы оспорить игроки кузбасса то так включив немножко холодную голову пашутский признает что касательно все-таки у него наверно вот так повторном это только подтверждает полота показаться что и мячом но все-таки просмотр тратить можно было паузу какую-то за счет этого организовать но сомилевого нет таких планов классно выбрал место волков клюка красивая 5 эпизода что спакел заводится их главное наверно что вот к этому моменту ни единой ошибки в приеме нет такой запоминающийся школе сложный подающий герки кузбасса едва ли без первой попытки с подачи сходит вот откуда эта уверенность в игре получилось надо быть близким к провалу чтоб так заиграть но тем не менее если команда умеет это тоже большое дело обратная двойная замена завершена возвращается игорь каладинский тот момент когда 4 очка прямой сто факел у них еще сейчас три расстановки без связующего у сетки двойная замена дает возможность сразу 9 расстановок подряд таких иметь карпухов вот и фашистский два ближайших подающих у кемеровчан и вроде бы пакет должен уверен не справляться с приемом ну что суд за водку не сделал но выгодно достаточно высоко и это ошибка каладинского как ни крути желая создать хорошие условия в трудной ситуации просто мяч проиграл не самая приятная расстановка вот это и вновь хороша подача расподавался как вовремя карпухов быстро 4 на утреса и тот по высоте четко очень играет не успели там если игроки кузбасса толком перестроиться с другого края сетки чтобы организовать двойной блок по сути там на одном блоке забивал тут холодильник конечно высоте четко разобрался ошибки едва ли не со спины ему это передача пролетела и он так затянулся ждал значит был уверен что такое развитие событий вполне реально вознаградил его передачи великолепно это похоже вообще на есть но по крайней мере смотреть будет семильного потому что неоднозначная ситуация не очень быстро летел мяч может быть поэтому и скорость свою потерял где-то там на излете сейчас момент непраздно или сайт завершён победы факела или всего два сетбола остается хотя и площадке который в этом парке просто здорово смотрелось смотрим это все таки аут да это все таки аут и у нас 21 факел один сет отоборот и вот и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подачу теряет белорусский легионер Факела Неплохо вроде бы подавал он в предыдущем сети ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Уточняет Игорь Колодинский Так ли оно было? Ну не все успевает волейболист разглядеть его минимально к мячу больше прикованы Мы видим без каких-нибудь лишних эмоций Может быть даже до меня там и антенны задел Вот это растворилась подача Политаева Он так начинает нервничать Старается еще больше на силу делать крен А может быть как раз надо было найти какой-то способ поддержать его мяч в игре Потому что от его подачи Кузбасс зависит очень сильно Знают они всегда, что возможность при равном счете продвинуться в этой расстановке И так легко с ней расставаться, конечно, это на пользу команде не идет Сам решил Коб за этот эпизод завершать для своей команды Но немножко, не то чтобы силы свои переоценил Неправильное время для этого выбрал Мяч низковато уже был А он еще и под себя пытался его забить Ну, давай сейчас посмотрим Подбили вверх То ли увидел Анани его в последний момент что-то стал придумывать Ну, не знаю, а так и не получилось Вроде бы есть смягчение, но нет шанса у Шоджи Хотя где-то в душе он понимает, что рановато, наверное, сильно сел на колени Более сильной атаки ждал Но вот тут Конечно, мяч немножко поменял траекторию, но ведь не сказать, что критично поменял Так, на полметра в сторону вильнул Можно было перестроиться А это есть Карпухов, вот он в концовке прошлого сета единственный, кто на подаче запомнился И он сейчас подает очень важный мяч Давненько Кузбасс впереди в счете не был Если не брать на первое очко сета, там условно Вот, в предыдущую всю партию догоняли Начало этой И вот такой важная подача Едва ли не под копирку нарисовал, но все-таки чуть в сторону на сей раз И мяч вышел за Люка Один в один И причем Карпухову в ноги возвращает эту подачу Но вот просто близнец от того, что использовал, исполнил кемеровчанин перед этим И тут Егор кладет, ну просто ювелир 7-6 Вернул заодно и лидерство своей команде Поменял вариант, ну понятно, предыдущий бы уже не проходил Зато блок классно работает на подвесных Вот то, что все-таки заставляют нападающего принимать Нет, нет, да срабатывает Во-первых, усталость какая-то накапливается Так быстро в атаку уходить не получается А блокирующие тоже ведь приноровили, что кемеровчане, когда принимают в четвертой зоне, как правило, мяч получают Сколько таких эпизодов прошлой партии было И сейчас уже такое ощущение, что она не франция даже начал двигаться Чтобы пристроиться к Удрису, этот полотный блок организовать Пашинский переходит с планерной силовую Играет в защите Другой центральный пасует Просто чудеса какие-то и Кузбасса Понятно, что несколько вынужденная ситуация Но вот получилось, что два центральных, первые два касания сделали И это не было блоком при этом Атаковал подвесных Вход в прошлый раз его закрыли Сейчас попытка в линию закрутить тоже неудачно Удрис там бдителен Вот дважды после таких эмоциональных моментов подряд Факел теряет свою подачу Вот два блока результативных И два сразу неподданных просто в них мяча Сами дают голову сопернику поднять Ну, благо, со съемом все хорошо Вот уже давно-давно каких-то сверхзатруднений нет Факел приноровился к этим подачам Первый темп проходит Пусть не без приключений Все-таки два блока Но эти два блока были обыграны Удрис Вторая подача его партии В этой партии и вторая неудачная Полезет Ну, вот как-то подача разгладилась у Политаева И остальные не так здорово подают Ну, там, наверное, Карпухов пока единственное исключение Но его усилий явно маловато Что в большом уж напряжении держать прием Новоуренгойцев Волков Планер на его случае логично И логичный первый темп с хорошей доводкой От Игоря Кобзаря Это Васиев Забил идет подавать Вот в этой связке он в прошлый раз ошибся Забил, а вот подачу потерял потом тут же Немножко подстраховался Поднял траекторию Сложного ничего не получилось Бой из Клюка Вот он еще не обманные удары По-моему, вообще ни один не прошел Я, конечно, так скрупулезно не везу за ним статистику То, что атакует С большим процентом выигрывает То, что пытается обманные удары выполнять Все остается в игре В данном случае это стоило лидерство в этой партии Хозяев 11-11 А тут же еще и Волкова отлавливает один в один Пашицкий При атаке задней линии Когда вроде у нападающего и вариантов всегда должно быть много Посмотрим еще раз Вот полплощадки Вроде бы туда и направляет мяч Волков А Пашицкий так акцентированно в последний момент руки сбрасывает И цепляет этот мяч 12-11 Вот это вот больше первый сет уже напоминает Сюжет, когда лидеры по ходу партии менялись На постоянной основе Тогда же первая партия и самая корня получилась по счету 25-23 на взамен На остановке Про Удрису вспомнили И выяснилось, что блокирующие так у него подзабыли Потому что диагональному высокий мяч и всего один блок Даже попытку, даже какой там один Да, мы видим, что Карпов Разве что так для галочки поучаствовал в этом эпизоде И он на край не успел При том, что с какой высоты атакует Удрис Какие там шансы Яковлев И вновь игрока четвертой зоны Удрис в защите Успеет что-нибудь делать Колодинский успевает И мяч в игре остается И вновь полетаеву Вот там у нас и раз на опережение не сыграть А первый темп Закрутился Ананев Пришлось ему несколько раз С края в край По крайней мере попытку сделать Чтобы успеть на блок И вот буквально Двали равновесие он там не потерял В этой всей беготне Сюда двинулся, сюда Вот здесь Двали не забежал И уже не успел просто Не успел Полетаев Давненько Его фирменной подачи мы не видели Вообще такое ощущение Что три или четыре последних мяча Он просто проиграл Была и сетка И аут Сейчас аут 13-13 Улыбка Удриса Но действительно Глоток воздуха То, что нет такого давления С подачи от Кузбасса А в общей игре мы на это обращали внимание Факел нет-нет Да какие-то шансы лишние себе получают Другое дело, что подавать все-таки надо посложнее Сегодня Колодинский Помогает сопернику отрабатывать атаки первым темпом Так уж получается По крайней мере для этих принимающих его подачи не проблема В данном случае до первого темпа даже дело не зашло Но это сути не меняет Так уж и водка действительно с подачи Тревожит хозяев Клюка Сложно был у него прием И не менее простая атака по факту ожидалась Тем не менее справился Егор По линии где-то там через руки Но продрался буквально Хорошо попал На повторе видно все-таки в край ладони Погрестный 14-14 Блок Хананев Ну вот тот аргумент, который в этой партии все чаще и чаще О себе напоминает Потому что ну мы много так на подачу Кузбасса Обращали внимание Но ведь у факела нельзя сказать Что прям вот Один за одним заходит Какая-то сумасшедшая подача летит Нет Клюка, пожалуй, что в этой партии тоже наиболее эффективен в этом отношении Поэтому важно было в его расстановке задержаться Но увы ненадолго Сам Егор подачи теряет Вот как только он отказывается от какого-то силового волейбола Эти в более тонких, более мягких ощущениях обманных ударов и накатов Теряет ничи постоянно сегодня Так-то так получается Обещал я цифры некоторые огласить с третьего сета Пока мы смотрим на классный обманный удар Но вот и оно Это ощущения Егор демонстрирует Что касается Удриса Первый вопрос Пять из пяти в третьей партии Ну вот Почувствуйте разницу Совсем другая игра и команда Вообще 60% нападений факел выдал Принимал Ну 53-50 Узбасса Это примерно равные цифры Так что получается в атаке Вот это преимущество 30 Раз атаковали Еще и дополнительные атаки Вот все-таки побольше доигровочных мячей И факел они Это используют Вот еще один такой эпизод Удалось по крайней мере мяч сохранить Без атаки на сей раз И вновь в клюк оттащит Но тут уж что поделать Блокирующим не успеть А защитников за счет того, что Егор на площадке находился И вовсе на одного меньше оказалось В третьей партии Уже у гостей такого явного лидера в атаке не было Карпухов 4 очка набрал Политаев 3 А вот у хозяев тот самый Удрис Шесть очков Пять у клюки Ну понятно, что у тех, кто партии выигрывает Все-таки показатели в целом повыше и должны быть Но озвучить их надо Тем более сейчас ключевой момент матча И вроде бы после блока своего успешного факела Должен был в какой-то отрыв уйти А получается снова догонять Там чуть в защите не повезло Тут с приемом Вроде бы совладали А так и не прошла абсолютно Что, какой-то челлендж? На касании сетки, судя по всему Берет Камила плачет Какая-то пауза такая большая получилась Кобзарь этим крайне недоволен Я, честно говоря, засмотрелся повтор Тоже не понял, почему так долго этот просмотр давали плача А вот был ли смысл в нем? Или это чисто тактическая уловка? Ну так Камила внимает На столе у судейского столика поглядывает Стало быть, интересы у него там есть Касание сетки тут не обнаружилось Ну вот какой-то фрагмент показывает Но действительно, все-таки немножко заколебалась тогда Заколыхалась Ну, углядеть этого касания определенно невозможно было Но стало бы додумывать ничего, судя не имеют права И вновь Волков Там на задней линии было касание Карпухова Это определенно, невзирая на то, что касался блок или нет Это Васильев показывает У меня-то не было, а ты что? А он говорит, а мяч в площадку летел Поэтому я и реагировал Какой-то такой вот жестами получился диалог между игроками Кузбасса Выходит вновь Богдан На задаче у Удриса сейчас хорошая подача У него в последних попытках тоже не все получалось Не угадал здесь Яковлев абсолютно откуда ждать угрозу Пока свой традиционный забег Игорь Кобзар совершает Игроки Факела разбираются Почему же так совсем уж без блока остался игрок Двойная замена с выходом Рукавичникова состоялась у Факела Ну и Богдан сейчас на передней линии И в той расстановке, где надо обязательно сниматься сразу В четвертой зоне не застревать Задача во многом пока эта замена сюда работает Подвесных Ну тут все проще, казалось, для принимающих 18-18 Волков, ну вот по силе классно, но это ровно в Кермене На это тоже Либера не сплоховал Комировчан 19-18 Жалко с такой подачей расставаться Но тут силу, пожалуй, было задрудняющим моментом Ни в коем случае не направление Аут Долго летел мяч Ну и на задней линии находился Юрки Шоджи Который успел избегать и посмотреть И оценить И порадоваться еще за того, как мяч площадки коснулся Тому, что он улетает в аут 19-19 Каленковский выходил подавать Ну такой стабильный набор замен использует Камила Плачев Как под копирку в каждой партии У него двойная и у него ходит Каленковский подавать Ну тут двойная приносит больше пользы, чем подача Каленковского По крайней мере, ее плоды более очевидны А это аут Пашевский вроде бы на одном блоке Ну чуть, наверное, в недодаче мяч Тут посмотреть бы вот с лицевой линии этот эпизод Почему так сложно пытался выиграть Пашевский этот мяч Как-то подталкивая его вперед Такое ощущение, что он руки больше искал, нежели в площадку пытался попасть Но это уже прошлый эпизод, а готов подавать Яковлев И вновь блестящий блок помогает Ну вот когда Ананев на передней линии, конечно Посерьезнее блок в линии, кто хозяев площадки Сейчас в чьи руки мяч пришел Мне кажется, все-таки Клюк там должен был отличиться Ну да, там не успевал Ананев пристроиться Ну так, тоже, как не успевал Не успевал руки перенести А так-то стык он там захлопывал и видел, наверное, нападающий его силуэт Поэтому и в линию пытался больше выигрывать 21-19 в этой партии получается блок основным аргументом И у игроков факела побольше в этом отношении получается Тайм-аут первого Кузбасса стал быть по одному перерыву У тренеров еще есть и наверняка мы еще паузы будем в концовке этой партии видеть Курсик, Клюкик! Курсик, Клюк, Клюк! Клюк, Клюк! Все достаточно очевидно, но простую придется играть атаку, потому что первое касание было у Рукавичникова. Иногда в простоте это смысл и есть глубины. Егор Калюка просто на максимальную высоту забрался в этой атаке, которая ему доступна, и блок обыграл. И Волков повыше пасовал, и тройной блок тут не тройной. В Либер атакует, не в Либер. Попробуй этот мяч остановить. 22-19. Это все важно, что этот эпизод-то был после таймаута. Еще один перерыв. Попробуй этот мяч. Попробуй этот мяч. Спешивающийся, что ли, способ своей простоте, но когда полетает в последний раз, подачу по-настоящему свою подавал. Тем не менее, момент может быть и решающий. Четыре принимающих встает Хозяева. Благо по-прежнему на площадке Богдан. Ему, правда, пасовать довелось в этом эпизоде. Волков устраховать, а Клюка атакует. Вторая попытка, и какая убедительная. 23-20. Просто куда-то в середину передней линии. Заколотил буквально этот мяч. Тройной блок до пола. Что там? В защите делать нечего. Удрис на передней линии. Ну, а Богдан еще подаст. Сейчас без связующего факел. Но последние несколько эпизодов не связующий пасовал. Ведь так получалось Егору Клюке. И тот был блестящий просто. Шоджин. Ну, вот и его вроде бы шанс защиты. Он мяч поднимает. Немножко из зоны отскока неудобная. Но связующего-то нет. Давайте напомним и этот момент. Понятно, что там в какой-то ситуации центральный простой мяч готов паснуть. А здесь кому? Тут и Удрис побежал. И Волков, понимая ситуацию, пытался в защите его сыграть в большей степени. 23-21. Гарпухов. Что там? Наверное, челлендж или еще тайм? Нет. Тайм-аут-то нет у Кузбасса. Только челлендж остается. Нужна пауза Сами-Львова. Это понятно. И какая-нибудь робкая, маленькая надежда все-таки, наверное, там должна присутствовать. Аут не был большим. Это абсолютно точно. А вдруг там сплюшившись мяч? Нет. Все-таки это аут. Санкарпухов показывает на табло, где вот этот же кадр показывает, какой крохот на аут. Не знаю, утешает ли это его как-то. Но сейчас три шанса у Факела. Пятый сет. Этот равный интересный матч перевести. Не стал Егор затягивать. Хотел бы Сами-Львова посмотреть и не смог бы. Челленджа у него, по-моему, тоже не осталось. И ждем пятый сет. 2-2. 2-2. Шесть минуты дня. Движение. Командатик. 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 Жизченко. Как раз. Сами-Львов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok силовая планер другая в арсенале присутствует силовая сложности у волкова пришлось оббегать лежащего партнера шоджи поэтому может быть и передача хуже планируемый но атака у факела и серо сударь с мяч проигрывает смотрит с надеждой на арбитром и видимо сам касание блока не углядел надеялся может быть арбитру это было заметно нет не было ничего на по рукам сейчас играл нападающий 65 тайм-аут и плач еще в полном комплекте но пока он расставаться с ними не спешит есть на сей раздавод как-то люк он как же это место здорово карпуха в защите такой легкостью в некоторый эпизод играет просто удивляюсь я про игрока кузбасса а это что такая немая сцена как из ревизора потому что объяснить что произошло честно говоря я не берусь надо посмотреть повтор почему нападающий у которого последнее касание остается падает на бок и ногой играет ну может там без атаки бы остался кузбасс но это не так завершать эпизод 7-5 чемпять что-то посложнее получилось у колодинского и даже атаку своей команде он как на блюдечке преподносит сам будет распасовывать это понятно и проходит обманную удару клюки наконец-то ему в стык блока удалось смахнуть этот мяч ответственный и когда не было того силы эти вещи не проходили вот под руки того силу меня запихнуть удалось вот так и раскидал руки вот это блоком это не назовешь 85 смена сторон факел с комфортным преимуществом к этому моменту подходит и к преимуществам достаточно заслуженным все-таки исходя из того что мы видели все вполне объективно смотрится сергей никитин и кемеровчан вместо подлесных самелевого предыдущий эпизод не забыл а никитина вот в гарниру такой игры выходить со скамейки так получается что две своих едва ли не единственный таких значимых заменой в пятом сети пришлось делать сами львова но была еще замена тавасиева я бы не сказал что там сильное влияние на игру наказала второй эпизод и блокирующий толком и не понимали надо тянуться к этому мячу или убрать руки в итоге мяч сохранить факел и удалось вот что важно и егор клюка очередной красивый удар нам демонстрирует мощно по линии вернулся игорь кобзарь лукьянки ничем помочь не смог а на блоке то в общем то вы понимаете это только радость для егора клюки он не задумываясь в линию этот мяч атаковал поэтому кобзарь который повыше сейчас уж никуда не деться более актуален если даже самелевую хотел рисунок игры как-то поменять никитин вот замена очень непросто в такую игру ходить на радость кемеровчан мяч все-таки на их половине площадки остался и удалось атаку получить который полетает завершает 9 6 впереди хозяева а подает игорь кобзарь 3 7 2 сетом а вот так это цифра и осталось ничего добавить к этому не удалось ничего не добавилось и сейчас уверенный прием шот же и на голове владимирского уверенно она не собирается хороший матч он на него согласитесь очень трудотворного на блоке поработал запомнился своевременными подачами хорошими еще и в атаке свое это бедно забивает летает четвертой зоне еще сложнее во второй мяч тем не менее троем факел поднимается наверное это было излишним в итоге в защите поменьше людей осталось и организовать контратаку не удалось все-таки полетая своего добивается важный момент потому что в пять очков преимуществ это было уже бы приговором 3 то тоже конечно не сахар на подача никитин будет продолжать планер подавать ну судя по тому откуда собирается подавать скорее всего да это было пятой зоны ее проекции силовую очень редко подает разве что леворукие игроки волков призывает трибуны разделить с ним его радость очередное важное очко для хозяев традиционный идет подавать калинковский вместо ананева неплохой силовую туму демонстрировал сегодня сейчас видимо нужен планер чувствует плачу что на блоке его команды игра очень неплохо получается где чисто захватают где есть смягчение и контр шансы реализуются поэтому наверное надеюсь калинковский сумеет достаточно затруднить а подача все-таки более надежная планирующая сейчас помогать сопернику в погоне наставник факел абсолютно не настроен и а и 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 Но вот подача Тавасиева пока какой-то большой проблемой не была все-таки. Для хозяев посмотрим, как сейчас. Ну, тоже ничего затеяли. У Клюка легко справляется. Правда, есть смягчение на первом темпе от Пашицкого. Полетает. Нет. Хватает его блоком, а Кобзарь, ну, наверное, где-то все-таки понимал, что не успевает. Ты так на всякий случай руки убирал, надеясь, что вдруг будет аут. Ну, там много в поле. Если был... имел шанс играть в защите, то много просчитался. Выходит вновь Богдан. Этим взамен уже можно не озвучивать. Они тут по умолчанию просто делаются, Камила плачет. Сейчас, видимо, сейчас подает, уступит место рукавичнику наверняка. Вот уже на готове сидит на скамейке запасной. Полетает Шоджи. Вот в важной защите сыграл то, чего от него требовалось, давно ожидалось. Пятый сет, самый нужный момент. И вот она, пожалуйста, атака по итогам всего этого героизма. Первая доводка могла быть лучше, но нету связки. Не забываем, поэтому доводить Шоджи было некому. И он сейчас спрашивает, а кому мне надо было подбивать? Он просто выбил вверх в центр площадки. Там быстрее всех Егор Клюхес ориентировался. И передачу эту отдал. И сейчас как раз за разъяснением тренеру Шоджи идет, улыбаясь. Ну, момент не самый штатный. Все равно надо понимать, кто должен пасовать в этих случаях. Главное, факел своего добился. Брейковое очко выиграл 13-8. Вновь полетает. Ничего здесь он сложному сопернику предложить не мог. Вновь Клюхес связующий. Что-то не первым темпом пытался сыграть. И, наверное, так оно и было. Но не прошла эта атака, что не мудрено. Хотя почему все умеют волейболисты. Сейчас еще челлендж. Наверное, на касание блока там просится Бельво. Но если этого касания не было, то 14-8. Если было 13-9, чуть более оптимистично. Но все-таки очень сложно, конечно, Кузбассу в этой концовке рассчитывать на успех. Факел так или иначе сегодня одно очко потерял уже. Так что на второй строчке по итогам этого тура... Ну, не было мерзания блока. По итогам этого тура на второй строчке может не удержаться. Потому что локомотив Новосибирский может 3 очка набрать. И в этом случае обойдет. Факел, но главное, команда продолжает вот пока на эту минуту идти без поражений. И большая вероятность, что продолжит это несколько минут спустя. Классная подача Удрица. Сложная атака Карпухова. И, собственно, все на этом. Очень уверенный пятый сет. Да вообще, вот начиная с третьей партии, такое ощущение, что дополнительные какие-то мощности задействовали. Хозяева площадки. И не было, собственно, момента, когда серьезно можно было усомниться в том, что они доведут этот матч до победы. Так что Факел пятую победу свою одерживает. Продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы. Ну и как казанский «Зенит» едет на чемпионат мира, не потерпев ни одного поражения в национальном пересе. И, кстати, попутно отобравшись в финал Кубка России. Вот такое хорошее начало, хороший фон, на котором мы будем ждать событий, которые будут приходить уже в Польше на следующей неделе. Ну, а сегодня у нас все. С вами был Владимир Стиско. Всего доброго. С вами был Владимир Стиско. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok